Всем привет! Меня зовут Женя и с вами Вкусно ТВ! Сегодня будем готовить вот такую потрясающую картошечку, запеченную в духовке с сыром, ну и со всякими разными вкусностями. Поэтому, если вам интересно, как же это приготовить, то, пожалуйста, оставайтесь со мной и начнем! Итак, вначале отвариваем картошку до полной готовности в подсоленной воде. Вот она у меня уже практически мягкая, скоро буду выключать и процессовать. В то время, как картошка готовится, здесь у меня 2 столовые ложки сливочного масла, может быть растительное, любое масло, которое используете, и половина луковицы. Все хорошенько мелко порезала и сейчас ее пассерую, тоже на среднем огне, до такой золотистости. Картошку процедили, сейчас сделаю пюре. Вот у нас пюре готово, на этом этапе можно попробовать на соль, если не хватает добавить. Добавить также разные специи, черный перец, красный перец, либо любые приправы, которые вы любите с пюре. Также сейчас я добавлю вот пережаренный лук, все сюда и хорошенько перемешаем. Также добавили где-то 100 грамм кукурузы отваренной, это у нас домашняя кукуруза. Мы сами ее готовим и раскладываем по пакетам в морозильник, вы же можете взять консервированную. Тоже все хорошенько перемешаем. Далее добавляем любую колбаску, либо сосиски, все что у вас есть, тоже мелко порезали и все добавили в пюре и также хорошенько размешали. Опять-таки можно добавить еще сливочного масла по вкусу, если вы любите больше. То есть в принципе все зависит уже от вас. И также сюда можно добавить горошек, либо еще что-нибудь, те же грибы, то есть по вашей фантазии, смотрите сами. Сейчас берем вот такую форму, в которой можно запекать в духовке и можно немножко смазать ее маслом, можно не смазывать, так как в пюре в принципе есть сливочное масло. Сейчас выкладываем наше пюре и хорошенько утрамбовываем. Что у нас получилось, сейчас берем натертый на крупной терке сыр и вот так аккуратненько посыпаем сыром. И ставим в духовку на 180-200 градусов до этого момента, как расплавится сыр, либо может немножко стать таким более поджаристым, что ли. То есть вы уже это контролируете сами, потому что все ингредиенты в принципе готовые, ничего практически сырого такого нету. И опасного, что должно там перевариться, пережариться, поэтому до того момента, как вам нравится именно, что происходит с сыром. Выключаем, достаем и приятного аппетита! И вот спустя где-то 15-20 минут, смотрите, какая красота получилась. Можно разрезать, как вам нравится, на квадратики, либо так вообще даже не разрезать, а просто брать, в принципе, как вам удобнее всего. Ах, смотрите, как сыр! Объедение! Потрясающе! Очень вкусно! Поэтому надеюсь, что этот рецепт вам понравился и вы обязательно его приготовите. Видите, я как всегда глотаю слюну. Так что, если так, то ставьте пальцы вверх, пожалуйста. Ай, какая вкуснотина! Подписывайтесь на канал и будем готовить вместе на сейчас. Всего хорошего, приятного аппетита и пока-пока! Будьте счастливы! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!